Олег Ляшко Один из вопросов, обсуждаемый Олегом Ляшко с городским головой Вадимом Бойченко, касался проблем вынужденных переселенцев. По словам лидера радикальной партии, в государственном бюджете не предусмотрены средства на реальную помощь такой категории людей, в том числе на обеспечение их жильем. В то же время в Мариуполе, как и во всей стране в целом, стоят заброшенными тысячи зданий, которые можно было бы восстановить с минимальными финансовыми вложениями. Решение этой проблемы лидер радикалов будет инициировать в Киеве. Питание переселенцев. Сегодня в месте 90 тысяч людей, переселенцев. Как они живут, никто не знает, никого это не цікавит. Поэтому я сейчас добиваюсь, никого не цікавит, кроме нас. Поэтому я сейчас добиваюсь, чтобы мы в бюджете приняли изменения к закону и предназначили деньги на реконструкцию житла, в частности старого фонда, который есть в Мариуполе. Вкладывай небольшие деньги, поменяй, реконструй, век на двери поставь, и будет возможность переселенцам, не дай Бог никому, на своей родной земле быть переселенцем. Особенно волнует нардепа проблемы металлургической отрасли, на которой, по его словам, держится экономика страны. В минувшем году из Украины было вывезено полтора миллиона тонн металлолома. А это означает, что отечественных металлургов забрали работу и отдали ее их же иностранным коллегам. Это, по меньшей мере, неразумно, считает Лешко. Особенно в то время, когда предприятия отрасли вынуждены сокращать производство и отправлять работников в неоплачиваемые отпуска. Поэтому радикалы продвигают в парламенте закон, согласно которому пошлина на металлолом, вывозимый за рубеж, будет составлять 35 евро за тонну. Сегодня она составляет 10 евро. ...металлургическую галузь. 300 тысяч украинцев працює в металлургической галузи. Минулого года из Украины было вывезено полтора миллиона тонн металлолома. Это означает, что мы забрали работу своих металлургов и отдали работу турецким, польским, молдавским металлургам. И еще бог знает кому. Наши хлопцы без работы сидят зимою, вы знаете, зупинялись и леча на пару месяцев. И шли в неоплачиваемую отпуску через то, что не было, чем завантажить работу. Залізница не працює, замовлений немає, ціни на сировину упали и у нас до этого не было работы. Моё завдание, чтобы работа была для металлургов, для других категорий наших граждан. Поэтому мы сейчас проводим в парламенте закон, чтобы установить вывезное металлолом 35 евро за тонну. Сегодня 10 евро за тонну. Это означает, что металлолом не за кордон вывозят, а вывезут сюда. Еще один вопрос, которым обеспокоена партия, это снижение тарифов на железнодорожные перевозки. Если Укрзалізница поднимет стоимость перевозок еще на 10%, это отразится на себестоимости продукции металлургической отрасли, угольной промышленности и сельского хозяйства. Поэтому мы сейчас боремся за то, чтобы залезница не поднимала тарифы на железнодорожные перевозки, тем больше, что они установят преференции для российских перевозчиков. Когда россияне везут свою продукцию вагонами, им минус 15% на перевозки. Когда наши из Мариуполя металлурги везут, плюс 10%. Я спрашиваю, а где правда? И почему мы имеем, россиянам має бути снижка, а нашим металлурам, мариупольским, запорезским, должны переплачивать? В последнее время одним из больных вопросов в стране стал вопрос финансирования профтехучилищ. Согласно закону, принятому в минувшем году, финансирование таких учебных заведений возложили на местные бюджеты. Что из этого вышло, украинцы уже знают. Преподаватели остаются без зарплаты, студенты без стипендий, ничем платить за коммунальные услуги. Например, на финансирование ПТУ в Мариуполе на год нужно 72 миллиона гривен, но в бюджете есть всего 6 миллионов. В местном бюджете на это денег нет, поэтому мы сейчас, например, на финансирование системы ПТУ в Мариуполе на год нужно 72 миллиона гривен, а финансирование есть только 6 миллионов. Мы сейчас вырешиваем это вопрос, а принять закон в парламенте, а постановку Кабмину, для того, чтобы полностью видатки профессионально-технического освіти взяти из местного бюджета на государственный бюджет. Есть у лидера радикалов инициативы, касающиеся бесплатного медицинского обследования пенсионеров. Сегодня в парламенте зарегистрирован законопроект, согласно которому каждый пенсионер получит ежегодное бесплатное медицинское обследование. Бачу багато тут пенсионеров, шановные мои люди, поважного віку, хочу поинформовать вас про наши инициативы, спрямованные на ваш запись. Нещодавно мы зарегистрировали в парламенте законопроект, который предпочитает щоречное медицинское бесплатное обследование для каждого пенсионера. Чому мы на цьому не полягаем? Сьогодні людина йде в лекарню только тогда, когда жареный петух в одно место клюне. Чому не йде? Потому что нет ни на что денег. На рентген нет, на плюрографию нет, на томографию нет. И приходят в лекарню только на последние стадии хвороби, когда уже ничего не можно сделать. И у нас в 2014 году Украина второе место в свете по смертности. Після ЮАР у нас померло майже 650 тысяч людей. Из них 470 тысяч – сердцево-судинні захворювання. Чому помирают люди? И с тиском живут до 100 лет. И у нас тиск довбанул, инфаркт, инсульт взяв, перед ногами накладывающие винесли. Чому? Потому что у людей нема грошей на таблетки. А если лежала таблетка в кишени, то витягнув, а під язык поклав, розмоктав таблетку, тиск збив и пішов далі собі. Тому ми пропонуємо безплатне медичне обстеження кожен рік в обов'язковому порядку, щоб на ранній стадії диагностика в усьому світі на ранній стадії виявляють хвороби, а не лікують їх тоді, коли вже неможливо нічого зробити. Сложно не заметить, що основне внимание в своїй речі Олег Ляшко ударив именно металлургії. Напомним, що на прошлой неделе СМИ зафиксировали факт встречи Олега Ляшко з олигархом Ренатом Ахметовым. Як сообщає «Украинская правда», на минувшей неделе глава радикальной партии дважды оказывался в одном здании с Ахметовым. Сам Олег Ляшко встречу с олигархом отрицает. А 5 апреля Ляшко посетил еще один город присутствие Метинвеста – Запорожье. Депутат побывал на заводе «Запорожсталь», где також, як і в Мариуполі, заявило о том, що буде бороться з повышенням тарифів у корзалізниці на грузовые перевозки. Именно об этом в последнее время постоянно говорят представители холдинга Метинвест. Холдинга Метинвест